Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 30 мая, и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллара. Но я перед началом напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте поставить ваш лайк. Итак, по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальные минимумы и движемся по направлению на 1.1421. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1640. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. После обновления локальных минимумов мы корректируемся от локальных минимумов вчерашнего торгового дня, но пока общее направление сохраняется нисходящим. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 1.3339, максимум, который был зафиксирован 28 мая. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. И следующие цели для снижения – это область 1.3061. По паре американский доллар и канадский доллар также сохраняются в восходящей тенденции. Цель роста – это область 1.3336. Ближайший разворотный уровень оставляем на минимуме вчерашнего дня. Это цена 1.2968. По паре американский доллар и японская иена также продолжается тенденция нисходящая. Следующие цели по снижению – это область 1.1739. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы 29 мая. По цене 1.10947. По паре американский доллар сохраняется тенденция нисходящая. Вчера и сегодня мы смогли уже обновить минимальные значения 18 мая и движемся по направлению на 74.47. На текущий момент ближайший разворотный уровень пока остается там же, на максимуме 28 мая, который был зафиксирован по цене 75.80. По паре евро-фунт сохраняется тенденция нисходящая. Вчера обновили минимальные значения, которые были зафиксированы 17 мая и движемся по направлению на 86.78. В рамках текущей формации ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 87.43. Золото на текущий момент продолжает двигаться в восходящем тренде, хотя первый из признаков, который мы видели вчера, это недобитие локальных максимумов. Не смогло золото вчера уйти выше максимума 25 мая, что в ближайшей перспективе может привести к возобновлению нисходящей тенденции по данному активу. Тем более вчера мы видели обновление минимальных значений и уходили ниже минимума 28 мая. Поэтому если золото сможет обновить минимум, который был зафиксирован вчера, то в этом случае стоит ожидать начала снижения по данному активу с целями на 1281 и 1275 соответственно. Для продолжения роста нам необходимо увидеть обновление локальных максимумов. Уход выше отметки 1306 долларов за тройскую сумму подтвердит настрой двигаться золото на укрепление. По нефтемарке Brent сохраняется тенденция нисходящая на текущий момент. Локальный минимум вчера мы обновить не смогли. Получаем косвенные признаки остановки данного нисходящего коррекционного движения, но пока подтверждения нет. В том случае, если цена по нефтемарке Brent сможет закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 7628, то после этого уже можно ожидать начала возобновления роста. Ну а пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется и вероятные цели по снижению это область 71 и 70. По индексу DAX сохраняется тенденция нисходящая. Нисходящая цель по снижению это отметка 12244. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 28 мая по цене 13046. По биткоину вчера в второй половине торговой сессии мы увидели обновление локальных максимумов. Таймф ушли выше максимума 28 мая, закрепились выше цены 7393 доллара за один биткоин, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нас переводит в фазу восходящего движения. Из текущих уровней рост по данному активу может возобновиться. Цель роста это движение в область 8552, ну и далее уже по направлению на 9 и 10 тысяч соответственно. Возврат к продажам будет рассматриваться в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 7013 долларов за один биткоин. И после этого уже тенденция нисходящая может вновь возобновиться. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже завтра. Всем спасибо и до свидания.